Когда они начинают выть, наши эти беглые оттуда, ну ясно, они отрабатывают деньги, но стоит вопрос, почему не выли, когда 30 тысяч военных были переброшены к границе Белоруссии и Польши? Чего не выли? Сейчас уже абсолютно понятно, они хотели устроить провокацию на белорусско-польской границе, они массировано обрабатывали население в мире, в том числе, что я использую тут беглых как оружие там и так далее, не жалею варвар. Нам просто повезло, что этот парень сбежал, и мы показывали, что происходило на самом деле, там очень много, они перебили этих беглых в лесу, там если сейчас расследовать, они же замяли этот вопрос, не хотят вообще его поднимать. Они хотели устроить конфликт на границе, апогеем стало вот это нарушение государственной границы, когда поливались это шумовые гранаты, бросали, это было прямое нарушение, нам надо было реагировать. По нашему закону мы должны были ответить огнем. На что они рассчитывали? Сейчас это уже понятно, что я подниму вертолеты и нанесу удар, и я по закону имел право на это, но я понимал, что провокация самая настоящая. Я этого не сделал, провокация не удалась. Ну вот так отвлекаюсь от основной темы, чтобы вы понимали, как вот эта вот мерзкая каша спецслужбами закручивается. Поэтому мы понимаем прекрасно, что Казахстан отдать нельзя. Даже наши журналисты прямо сказали, что ну нельзя его отдать и все, потому что это будет такой подарок, ну как Украина для Америки, НАТО, так и там. Поэтому я хочу, чтобы вы поняли правильно, почему принято решение о вводе в Беларуси миротворческих сил. Продолжение следует...